Всем привет! Давненько я ждала момента, чтобы начать съемки этого видео. Знаете почему? Потому что я заказала просто огромную количество покупок с Алиэкспресс. Я потратила огромное количество баблишка на покупки на Алике. Чтобы вы понимали, я нечасто заказывала что-либо с Алика. В основном я заказываю оттуда парики. Они вообще-то приходили всегда хорошими, у меня никогда не было проблем, но я не знаю, я редко делала покупки с Алика. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и я потратила практически все мое баблишко на Алиэкспресс. Денег больше нет. Сколько ты хочешь покупок с Алиэкспресса? Да. Давайте же посмотрим, на что этот бестолковый человек потратил всю свою баблишко. Я не знаю, с чего начать. Поэтому давайте начнем с тыквы. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, и включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Давайте посмотрим первую кофту, оранжевую. Я заказала себе очень много одежды в очень странном для меня цветовом решении, в очень странном стиле, потому что так было надо. Оранжевая футболка с тыквой. Это мужской размер М. По качеству она вроде тоже кажется нормальной, только единственный момент на стрече, я думала, что она будет супер хлопок, и вот это не круто, потому что я больше люблю хлопковые вещи. Понятное дело, что все это нужно гладить, но вот так это выглядит. Кстати говоря, я думала, что будет гораздо хуже смотреться, потому что по качеству она прям честно, ну вот такое, а вроде как даже и не смотрится как сильно вот такое вот в жизни. Дальше, короче, у меня вещи, которые я хотела вам отдельно рассказать, я о ней уже рассказывала в моем инстаграме, но здесь я тоже хочу о ней немножко вам поведать. Это вот такое вот странное, очень дурацкое платье с красными драконами. Красное платье с черными драконами. Спала я, никого не трогала, и снился мне сон, и в этом сне я была красивая до безобразия. Платье на мне было красивое до безобразия. И было это платье красным, и рога на мне были тоже красные, а драконы это платье опоясывали черные. И я подумала, что обязана я купить это платье на Алиэкспрессе и найти его там. И, конечно же, я его там нашла. И все в этом платье оказалось прекрасно, кроме одного. Здесь как бы... как бы вот. Как бы вот. А вот этот след, который вы видите, это я когда увидела, я такая поняла, что я должна это замазать маркером. Подумала, что цвет подходящий, но это было не так. И теперь у меня прекрасное платье с белой потертостью прямо на жеп и с красным пятном. Я сделала в нем фотографию, в принципе... Кстати, какая самая дорогая покупка у вас была на Алиэкспрессе? Единоразовая. Не в смысле, сколько вы суммарно всего там покупали, а вот за один раз. Самая дорогая моя покупка была, по-моему, парик за три тысячи. Тут сразу две вещи. Брюки. В последнее время я очень сильно пристрастила с спортивного вида брюка. С всевозможными вот такими вот прикольными вставками. И поэтому, когда я увидела эти брюки, я их взяла. Правда, я думала, что они будут оранжевые. Они были черные с красным. Эти брюки мне очень нравятся. Очень. Наверное, одна из лучших покупок в этой покупке. И здесь опять у нас китайские драконы. В этот раз у меня черный топ с красными драконами. Этот топ просто потрясающий. Я бы в жизни никогда не сказала, что это купольно с Алика, потому что слишком качественный топ, слишком качественная вязка. А вот этот красный топ. Что ж, он выглядит просто сумасшедшим. Мне, правда, супер-мега нравится. Ожидаем он мне немного великоват. Но я думала, на самом деле, что если я его постерю в горячей воде, в очень горячей воде, он немного усянет, тогда идеально прильнет по фигуре. И мне кажется, что будет смотреться прям вообще максимально круто. Как специально заказывала, а не так, чтобы я облажалась и взяла не ту вещь. А вот эти красные брюки. Посмотрите, как здорово они на меня сели. Возможно, даже сегодня, когда пойду гулять, я именно так и оденусь. Просто, ну что за красота? Куда же мы вот без этого? Без этого мы уже никуда. Прости, Тата. Ты был со мной долго, ты сослужил мне хорошую службу, но Тата уже просто умер, поэтому пора бы его... А все, а вот все. У меня есть очень долбанатая традиция. У меня есть две вещи, которые я себе не покупаю. Я не покупаю себе чехлы, не в Корее. И я не покупаю себе брюки, не в Японии. Это очень странно, это очень тупо, но у меня такая традиция, и я ее придерживаюсь. Но так как я не знаю, когда я получу ближайшее время в Японии и в Корее... Я поняла, что ходить с убитым, уничтоженным Татой, конечно, замечательно. Но в Корее в ближайшее время я не полечу, поэтому... Ну, поэтому я заказала себе чехол салика. Потом у меня есть вот такой вот топик. Я очень люблю вещи такого плана, я часто их ношу. Ну, да. Но есть вероятность, что он мне будет велик, потому что больно уж он какой-то огромный. Даже сейчас очевидно, что, наверное, это совсем не маленький размер. Понятно, как эта вещь будет смотреться, но есть такое предположение, что будет плохо смотреться. Made in China, а больше ничего ей не сказано. А беда в том, что мне нравится этот топ, но он для меня велик. Размера так на два минимум точно. Короче говоря, да, это мне не подошло. А очень жаль. А вот эта штука я не понимаю, но это вероятность спасет ситуацию, поэтому... Когда я увидела эту вещь, я поняла, что она мне нужна. Потому что это просто двуцветная черно-оранжевая джинсовочка, которая выглядит просто невероятно круто, но на которой написано Every Diaf и Смоек. Я понимаю, что это ошибка, но эта ошибка выглядит так тупо, что я не могла не взять. Короче говоря, ошибки ради я взяла эту одеяние, потому что я люблю, когда какой-то бред происходит, а что может быть тупее, чем огромные неправильные написанные слова Every Diaf? Просто это вещь для меня, вещь для тупых. Это потрясающая вставка с черным-оранжевым. А сейчас смотрите, смотрите, что есть. У меня есть еще вот такие вот очки, и это просто, мне кажется, здравствуйте. Кстати, знаете историю этих очков? Она достаточно интересная. У меня есть подруга, она звездный стилист, такая вся классная чика. Она зовут Лорена, она была в видео, кстати, недавно, я вам ее показывала. Так вот, мы с Лореной гуляли, и я увидела эти очки в дорогом магазине. Я говорю, Лорена, нужны ли мне эти дурацкие очки? Потому что они слишком дурацкие, и это прекрасно. И Лорена, будучи классным стилистом, и еще моей подружкой, то есть она знает мой характер, у меня она такая говорит, нет, слушай, эти очки слишком говно даже для тебя. А я такая, хмм, я тебе верю, ты же профессионал. Ну и, короче, погуляли мы, и все было хорошо. А потом я вернулась через три дня за этими очками, потому что я не могла без них жить, вот. Картина маслом, девица Салика. Еще один топик с драконом. На этот раз зеленый неоновый дракон и черный топ. Мне прям очень нравится эта вышивка, она очень классная, и материал неплохой, и прям дракон, правда, прошитый. Просто охренительный топ, гляньте, вообще, как он круто сел. Да, эти штуки от Бюстгальтера, но сейчас я не хочу переодевать бюст, чтобы без этих штук был, мне слишком лень, простите, извините, я тупею. Я думала, что красный будет огонь, когда увидела его по качеству, но нет, это просто однозначно мой фаворит, это мой новый топовый вайфу, когда у тебя слишком много вайфу настолько, что ты даже уже из топика делаешь себе вайфу, это уже называется маразм. Но иногда я вижу такие картинки, успокаиваю себя, и говорю, что у меня все еще не слишком плохо. Поэтому нам есть куда деградировать. Тебе-то зачем, Алик? Ты слишком пафосен, чтобы лезть в пакет с Алика. Кот, ну ты че? Ну погиб. Алиэкспресс и шмотки с Алика. За что вы так со мной? Заказала себе тоже такой вот цепочек. Такой вот странный жакет. Я не знаю, как это правильно называется, накидка. Короче, вот такую вот вещь, чтобы все знали, что я работник. Блога-сервиса под названием YouTube. Брючки. Видите, что эти вещи созданы друг для друга. Слишком много точек соприкосновения. Че, Мартин, это круто. Это очень круто. Это прям очень круто. Я не уверена, что зеленый, это мой цвет, он мне идет, но, по-моему, выглядит вообще нереально. Что вы скажете? Вам нравится, как это выглядит? Кстати говоря, и штанишки, и они просто идеально сюда подходят, потому что они уравновешивают ядрёный зелёный здесь, чуть менее ядрёный зелёный здесь, и здесь ещё менее ядрёный зелёный, но при этом ярко-зелёный. И вот эти вот зелёные вставки, ну вообще просто шикарно. Мне очень нравится. Мне очень нравится, и я просто в шоке, надо было брать больше брюк из этого магазина. Но раньше надо было думать, а вот всё, а раньше надо было думать. Как бы разобраться с этой цепью? Я не понимаю. Опять мужские одежды. Не воняет, но прям совсем очень-очень плохой полиэстер, прям совсем синтетика. Ещё и везде зацепки. Эх, печаль, беда. Так выглядит эта футболка, в принципе, она выглядит гораздо проще, чем смотрелось изначально на фотках, которые были в Алике. Вряд ли из того же магазина что-то лучшее придёт, но надо всё достать. А нет, а это получше, кстати говоря, хотя она абсолютно оттуда же, но эта штука гораздо лучше оказалась. Вроде тоже какой-то странный материал непонятный, тянущийся, я не знаю просто, что это за материал, он реально странный. И он тоже полупрозрачный какой-то, но он хотя бы не такой химозный. Как-то так это выглядит, если что, я там в шортах, вы не подумайте, пожалуйста, лишнего. Блин, похоже на то, что я в подгузнике. Какой-то отстой. Так, ну вот, в общем, с чего мракобесие-то и понеслось. С чего мракобесие-то и понеслось. Косплейчик, ребята. Косплей костюм пришёл мне. Ремень. Галстук. Рубашка. Кстати говоря, внезапно даже неплохая рубашка, они сильно хуже, чем те, которые у меня валяются в гардеробе. Прекрасно просто. Теперь я могу делать косплей на всех персонажей абсолютно из этого аниме. Король, жакет реально внезапно очень топовый. Он, правда, хороший по качеству. Я вообще в шоке, потому что это косплей одежды стоило очень дёшево. Типа я чуть больше, чем 1000 рублей отдала за весь комплект. А тут ещё юбка вот такая была. Ну, просто всё. Можно спокойно лететь в Японию, делать там фотографии, просто травмировать людей, которые там ходят. И нормально. Узная себя, я вносила это как-то так. Наверное, я бы ещё рукава подворачивала. Да, вот так бы точно я носила. Так бы и ходила. Помните был тренд на ютубе, пол это лава? Теперь моя одежда это лава, потому что я купила себе целый лавный костюм. Я вообще не знаю, зачем мне лавный костюм. Я считаю, что лавный костюм, это прекрасно. Это же не похоже на мясо. Мясо? Да, как-то слишком свободный верх, слишком облегающий низ. И вот теперь мне реально кажется, что я похожа на мясо. Потому что, наверное, если вот так, уже менее плохо. Я не знаю, я ничего не знаю. Парик. Помните, в инстаграме я вас спрашивала, какой мне парик к определённому персонажу подобрать? Что были длинные волосы или короткие? И вы мне советовали взять каре. И вот парик пришёл. И ещё один косплей-костюм. Тут целый просто. Тут, я не знаю, тут дофига всего. Я думаю, кто знает, тот сразу понимает, откуда первый косплей, откуда второй косплей. Поэтому я не буду на этом акцентировать внимание. Но здесь, короче, косплей у девчули в виде традиционной японской школьной формы. Здесь у нас есть бантик. Здесь у нас есть синяя юбка. Здесь у нас вот эта вот штука. Не футболка. Короче, я забылка называется вот эта вот штука. Офигительного качества кардиган. И последняя моя вещь из этого списка. Скорее всего, она будет отстойной, потому что у нас с того магазина отстойных футболок. Young Life. Короче, вот такая вот штука, у которой максимально прикольный дизайн. Но качество у нее тут, да, ребята. Здравствуйте, пожалуйста, спасибо. Мне, конечно, не трудно воспользоваться ножницами. Но мне кажется, вот это вот что-то как-то самую малость полный отстой. Не знаю, что с этим делать. Скажите, что с этим делать? Типа, есть ли смысл это все возвращать или забить? Потому что, ну, типа... Надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Муа.